провязываем 6 воздушных петель и замыкаем в кольцо глухой петлей 5 воздушных петель и в колечко провязываем столбик с 1 накидом ниточку прокладываем поверх цепочки первое движение провязали а второе движение не провязываем а провязываем узелок захватывая за основание столбика раз два три еще раз провязываем столбик с одним накидом накид захватывая основание столбика накид захватываем основание накид захватывая основание столбика еще раз захватывая рабочую нить протягиваем через все навивы захватывая рабочую нить провязываем последнее движение далее 3 воздушные петли и в колечко провязываем столбик с двумя накидами первое движение второе движение последнее движение не провязываем делаем накид захватить основание столбика накид основание столбика накид основание столбика и захватывая рабочую провязываем через все навивы и последнее движение далее 3 воздушные петли делаем 3 накида и провязываем в колечко столбик с тремя накидами теперь узелок накид захватывая накид захватывая накид захватывая провязываем через все навивы и последнее движение 3 воздушные петли столбик с 4 накидами 1 2 3 4 накид 1 накид 2 накид 3 захватывая рабочую нить протягиваем и последнее движение 3 воздушные петли и столбик с 5 накидами 1 2 3 4 5 делаем накид 1 2 3 провязываем и последнее движение вот половину листика мы уже провязали теперь провязываем центральные 5 воздушных петель и дальше то же самое повторяем зеркальном отражении столбик с пятью накидами узелок 1 2 3 провязываем и последнее движение 3 воздушные петли столбик с четырьмя накидами 1 2 3 4 узелок 1 2 3 провязываем 3 воздушные петли далее столбик с тремя накидами 1 2 3 узелок или пышный столбик с тремя накидами 1 2 3 3 воздушные петли далее столбик с тремя накидами 1 2 3 3 воздушные петли далее столбик с тремя накидами 1 2 3 и последнее движение 5 воздушных петель в колечко провязываем столбик без накида хорошо притягиваем его вот этой ниткой вы можете регулировать колечко стянуть чтобы равномерно распределить лились все столбики еще можно продолжить эту ниточку закрепить чтобы она у нас не торчало провязать обвязываем теперь лепесток под арочку из 5 воздушных петель 5 столбиков без накида нить уже можно обрезать дальше над столбиком столбик без накида под арочку из 3 воздушных петель 4 полустолбика с накидом дальше под следующую арочку 4 столбика с одним накидом под следующую арочку 4 столбика с одним накидом под следующую тоже 4 вот мы практически дошли до вершины тут где у нас вершина где 5 воздушных петель мы провязываем 8 столбиков с накидом теперь спускаемся с другой стороны 4 с накидом 4 с накидом 4 с накидом 4 полустолбика с накидом и 5 столбиков без накида вот мы провязали столбики с накидом 4 полустолбика с накидом столбик над столбиком 5 столбиков без накида и над столбиком без накида провязываем глухую петлю теперь мы можем связать хвостик у листочка мы можем связать его или после обвязки декоративной или сейчас если мы сейчас свяжем то он будет как бы снизу с обвязкой выглядывать провязываем 2 4 6 8 10 11 12 воздушных петель во вторую петлю провязываем столбик без накида и обхватывая цепочку провязываем столбики без накида всего провязываем 18 столбиков без накида плотно обхватывая цепочку из воздушных петель если они помещаются значит можно немножко сдвинуть и тогда так красиво изогнется наш хвостик и дальше не туда где мы провязали глухую петлю а в следующий столбик мы провязываем глухую петлю и начнем делать обвязку воздушная петля столбик глухую петлю воздушная петля глухая петля воздушная глухая и так по всему листочку когда вы дошли до вершины то есть провязали 1 2 3 4 над четырьмя столбиками провязали обвязку мы делаем такой остренький кончик для этого 3 воздушные петли и в первую воздушную петлю провязываем глухую то есть мы провязываем пико закрытое пико и дальше глухая воздушная глухая воздушная мы дошли практически до этого хвостика как мы можем связать мы можем просто не обращая внимание обвязать вот здесь и закончить обвязку листик у нас вот лицевая сторона с этой стороны значит нам неудобно делать обвязку хотя мы в принципе можем развернуть листик и сделать обвязку с этой стороны и тогда будет у нас и листик декоративной обвязки ну я сделаю воздушная петля без обвязки листика глухая петля обрезаем нить и заправляем иглой заправляем ниточку мы заправляем нить по движению вязание то есть не в эту сторону а наоборот в эту сторону вот можно сюда тогда будет аккуратно и заправка и в самое плотное место ну допустим можно даже в листочек в хвостик наш стебелечек помним золотое правило всегда заправляем нить самое плотное место вот у нас получился такой листик вот сюда вы понимаете что вы понимаете что вы думаете что вы думаете что вы можете